Иисус, ты обещал, я обещал, он летит сюда. Иисус, мы ждем тебя от лица. О, Иисус, слышны наши голоса, Как ты дорог, дорогая мать. О, Иисус, тебя люблю. Иисус, тебя люблю я восталя. Иисус, ты без начала, без конца. О, Иисус, слышны наши голоса, Как ты дорог, дорогая мать. О, Иисус, ты дорог, дорогая мать. О, Иисус, ты дорог, дорогая мать. Как ты дорог, дорогая мать. Как ты дорог, дорогая мать. О, Иисус, 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 ты дорог, дорогая мать. Спасибо тебе, Иисус, за этот первый день и это начало. Господь, я благодарю, что Ты будешь с нами каждый день. Мы ждем Тебя, мы ждем Твоей славы, и мы будем славить Тебя. Мы будем славить Твое святое имя, ибо Ты достоин принять всю славу, всю честь, всю хвалу. Мы любим Тебя, Ты святый, Ты великий, Ты благ. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы будем славить Твое имя, ибо свящать от чудеса. Поднесем, поднесем, ибо своем Тебя, святой и праведный Господь. Мы будем славить Твое имя, ибо свящать от чудеса. Поднесем, поднесем, ибо своем Тебя, святой и праведный Господь. Дорогой Господь! Дорогой Господь! Я хочу благодарить все, что нам веке. Ты нам было вобразить милостью Твое. Поднесем, поднесем, ибо свящать от чудеса. Поднесем, ибо свящать от чудеса. Он будет славить твое миро и восхищать от чудеса. Возвесем, возвесем и воспоем тебя, святой и прадед ты, Господь. Дорогой Господь, я хочу благодать за все, что на земле. Трудно было возразить с милостью твоей, восхищаясь каждый день, Господь, всем славам тебе. Будем славить твое миро и восхищать от чудеса. Возвесем, возвесем и воспоем тебя, святой и прадед ты, Господь. Будем славить твое миро и восхищать от чудеса. Возвесем, возвесем и воспоем тебя, святой и прадед ты, Господь. Аллилуйя! Себе победа, сила, власть, на хана, как столь. Аллилуйя! 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 Ты праведный Господь! Ты праведный, ты святой, ты великий Бог, ты достойный! Аллилуйя! Аллилуйя! Я им принесу славу, всю хвалу и честь, ты возлюбленный Бог наш! Благословенно имя твое, благословенные дела твои, ты Бог святый! Аллилуйя! 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 Славу, честь вам! Славу, честь вам! Славу, честь вам! Славу, честь вам! Иисус, ты навеки дал победу! Ты принять достоин Славу, честь, хвалу! Мы слави, поем хвалу! Ты возносит твое имя выше всех имен! Мы слави, поем хвалу! Ты есть царь царей, Господь, Господь, Иисус! Ты принять достоин Славу, честь, хвалу! 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 Иисус, ты принять достоин Славу, честь, хвалу! Ты принять достоин Славу! Иисус, ты принять достоин Славу! Иисус, ты принять достоин Славу! Иисус, ты принять достоин Славу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Потому что Твои мысли Выше человеческих мыслей Твои пути Выше всех земных путей Я хочу мыслить Так, как мыслишь Ты Я хочу ходить Твоими путями К Твоим целям Сердце мое Открыто перед Тобой Я люблю Тебя Я хочу повиноваться Тебе Я хочу знать Тебя Пусть вся эта неделя Будет временем славного общения с Тобой Пусть она пройдет быстро В Твоем присутствии Пусть это время обогатит нас Пусть это время Сделает нас мудрыми Открой наши глаза Чтобы видеть будущее Приблизь нас к себе Вразумляй нас Преображай нас В свой собственный образ Не моя воля Но Твоя воля Да будет И пусть моя жизнь Прославит Тебя На этой земле Ты прекрасен Ты непостижен В своей великой любви Я хочу исполнить Волю Твою Да святится имя Твое Да прийдет царствие Да будет Воля Твоя На этой земле Как и на небе Я поклоняюсь Тебе Я превозношу Твое великое имя Да будет оно превознесено Превыше всех других имен Аллилуйя Глорисамакрамакай Гломашерамахай Гламенасурмагеталамромакей Глорисамакакосалет Глорисамакарх Глорисамакой Глорисамакэстамага Глорисамакая Глорисамакай Духсвитой Духсвитой Наполни каждого О, Дух Святой, открывай истину Лорми шакура мегерия Лирма гематулана манзая Аллилуйя 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 Слава! Слава! Слава тебе! Я прошу Твоего благословения, я прошу благодати Твоей для каждого человека, который согласился смиряться в течение всей этой недели. Я прошу Тебя, благодать, чтобы никто не чувствовал себя физически плохо. Дух Святой, я прошу Тебя, помоги нам победить себя, помоги нам победить свою плоть, помоги нам прикоснуться к Тебе. Чудесный, прекрасный, драгоценный и великий Бог, Ты нам нужен, как никогда раньше. Мы не хотим в этом году повторять прошлогодних ошибок, мы хотим знать Тебя еще больше. Субтитры создавал DimaTorium Пусть имя Твое прославится Пусть имя Твое возвеличится Пусть имя Твое будет превознесено В нашей жизни, в нашем служении И пусть 2010 год пронесет победу Славу Твое Пусть этот год будет временем Твоих побед Пусть это будет время Твоего триумфа Пусть это будет время великого процветания Пусть это будет время роста Церкви Дух Святой, дай нам ключи познания Ключи к новым дверям Пусть каждый будет окрылен, вдохновлен Пусть светильники наши не коснут Пусть светильники наши зажигаются Огнем Твоим Аллилуйя Глобе Шамагая От веры в веру От силы в силу От славы в славу Аллилуйя Аллилуйя Мы поклоняемся Тебе Мы зависим от Тебя Мы ищем лица Твоего Потому что Ты – это наш Бог Наша судьба в Твоих руках Наше прошлое, настоящее и будущее Только в Твоих руках Мы зависим только от Тебя Мы уповаем только на Тебя И сегодня мы поклоняемся только Тебе Потому что нет другого Кто так бы любил нас Нет никого другого Кто так бы прощал нас Нет никого другого, кто так бы хранил И спасал Спасибо Тебе, Иисус Спасибо Тебе, Иисус Спасибо Тебе, Иисус Аллилуйя Если Бог хоть одно чудо совершил В Твоей жизни Если Господь хотя бы раз Спас Тебя Утешил Тебя Скажи Ему несколько Сердечных, глубоких слов признали Не надо молчать Время общаться с Богом Это время общения с Ним Говори Ему все, что у Тебя в сердце Благодари Его, люби Его Поклоняйся Ему, сознательно Благодарность, основу поклонение Благодарное сердце Основа поклонения Поклоняемся Тебе Превозносим Твой Святой Раздели с нами этот вечер И пусть Он будет благословенный Во имя Иисуса Христа И все Божьи дети сказали Амин Приветствуйте тех, кто рядом с вами Скажи, ты молодец, что ты пришел Ты настоящий герой, что согласился на этот путь Бог посетит нас Бог исполнит наше желание Аллелуя Присаживайтесь, друзья Давайте поблагодарим левитов Спасибо за прославление Спасибо Вы что, уже так устали Или замерзли Настоящие аплодисменты Аллелуя Амин Во-первых, хотелось бы всех вас поблагодарить За то, что пришли Представляете, как было бы сложно Если бы я вышел на сцену И в зале один Оскар Шванс И куча пустых стульев Все-таки новое поколение Это крутая церковь Жертвенная И еще любящая молиться И любящая поститься Я не знаю, сколько уже лет подряд У нас Эта традиция сохраняется Начинать год С недельного поста и молитвы Я думаю, что это очень логично Я думаю, что это правильно Начинать год в глубоком смирении Перед Господом Проверяя свое сердце Свои планы Проверяя свои решения Принося их перед Богом И умоляя Бог Благословимые планы Как легко идти В феврале, в марте В апреле, в июне В июле Как классно идти Дальше Зная, что Бог вначале Меня благословил Наш Бог есть Альфа и Омега Он тот, кто есть Благословляющий нас в январе И ожидающий нас В декабре На Рождестве Он тот, кто благословляет нас на старте И тот, он же тот, который Принимает нас на финише Вручая нам Большие Призы Амин У меня с Богом Конструктивные взаимоотношения Никакой мистики Мы все ходим по земле И Бог это знает И Бог желает Чтобы Наша жизнь Была устроена Чтобы наша жизнь Была Благословена И чтобы мы приносили плод Вы знаете Богу Все равно Сколько у нас денег Сколько у нас здоровья Сколько у нас связи Богу нужны плоды Для чего у тебя деньги? Для чего у тебя связи? Для чего у тебя сила физическая и духовная? Плоды Если плоды приносишь Бог будет защищать Благословлять И обогащать тебя Если нет плодов Потерпит год Потерпит второй Третий А он скажет Ай сруби Зачем она Эта смоковница И место занимает Мы должны приносить плод Плод это наши победы Это наш результат Это успех Это успех И еще раз успех Это то что окрыляет нас Это то что нас вдохновляет Это то что нам дает Силы Я бы хотел Друзья Чтобы мы настроились На глубокое Исследование Самих себя Я бы очень хотел Чтобы это время Было для нас Временем Максимальной близости С Богом Чтобы это было время Честного Анализа Своих Ошибок Своих достижений Среди нас нет Ни одного Идеального Но среди нас Есть совершенные Совершенные люди Это те которые Стараются Двигаться К цели Это люди которые Соглашаются Вещи называть Своими именами Если ты Упал Назови это Своим именем Если ты Достиг успеха Благодаря Бога Но мы должны быть Самокритичными И главная молитва Научи Господи Нас жить Правильно Научи нас жить Вообще-то Павел говорит Умею жить Умею жить Потому что я Научился Всему Когда было Изобилие Учился Жить В изобилии Когда был Недостаток Учился Жить В недостатке Когда было Изобилие Учился Не гордиться Когда был Недостаток Учился Не роптать Все эти Жизненные Взлеты И падения Должны Выработать В нас Прочный Иммунитет Быть Стабильным Быть Уравновешенным И Не менять Своих отношений С Богом Когда есть Богатство Пусть оно Не прилипает К нашим Рукам Когда Недостаток Пусть не будет Ропота В нашем Сердце Павел говорит Научился Всему Научился Быть В экстремальных Ситуациях Максимально Зависимым От Бога И когда Избыток Научился Быть Таким же Простым И смиренным Перед Богом Господь Научи нас Жить Не потерять Своей Человечности Не ожесточиться Во время Кризиса Не возгордиться Во время Успеха Научи нас Жить Научи нас Любить тебя В любое время Все Меняется Друзья Поменяется Процветание На нищету Поменяется Нищета На процветание Друзья Могут стать Врагами Враги Могут стать Друзьями Тот Кто сегодня Вверху Завтра Может оказаться Внизу Все так быстро Меняется Возраст Меняется Мы уже не те Что 20 лет назад Все меняется Единственное Кто не меняется Это наш драгоценный Спаситель Иисус Христос Который тот же самый Вчера Сегодня И во веки веков Можно друг другу Менять отношения Но нельзя Менять своего отношения К Богу Можно менять Переходя От одного Понимания Его любви К другому Пониманию Любви Возрастая В любви Но Храните свое сердце От разочарования В Боге Все можно Себе позволить Но только Не это Все можно Допустить Но только Не это Сомниться В Боге Разочароваться В Боге Это Вот это Настоящий Кризис Лучше Уповать На Господа Лучше Уповать На Господа В любых Ситуациях Павел попал В тюрьму Избитый Весь в кандалах Во кризис Но внутри Огонь Внутри Вера Господь Ты Царствуешь Мои синяки Ничего не Значат Во вселенной Потому что Вселенная Это Твое Царство Господи Научи нас Перешагивать Через Временный Дискомфорт Боже Научи нас Легко Перешагивать Через Синяки Которые Мы получаем В своей Жизни Пусть Никогда Не будет Этих Оскорбительных Фраз Которые Мы могли бы Допустить В своей Жизни Бросая Богу Где ты Был Ты Забыл Тебе Все равно До меня Нет Он Учит Нас Жить Мы не хотим Он не хочет Чтобы мы были Доморощенные Тепличные Капризные Недоразвитые Божьи дети Он хочет Чтобы мы все Были зрелые Знающие Что такое Одиночество Чтобы потом В контраст Познать Что такое Настоящая Любовь И дружба Давайте Согласимся Что Прелесть Жизни Заключается Не в однообразии А в контрастах Откуда Знать Что такое Прелесть Тепла Если ты Однажды Не замерзнешь Хорошенько Откуда Ты знаешь Что такое Красота Кухни Извините Не к месту Сказано Если Однажды Не ты Не поголодаешь Хорошенько Откуда Ты узнаешь Прелесть Вот этого Хлебного Вкуса Если Ты Не почувствуешь Голод Контрасты Это Божья Мудрость Скажи Господь Благодарю Тебя За Контрасты За то Что Ты Учишь Меня Жить За то Что Воспитываешь Во мне Высокий Дух И Сильный Характер Я Все Преодолею Силою Возлюбившего Меня Иисуса Христа Никакая Скорбь Никакой Меч Никакие Гонения Не Отлучат Меня Не Отлучат Меня Не Ожесточат Меня Против Господа Я Все Это Преодолею Потому Что Я Люблю Его Потому Что Я Продан Ему С Патрахами Я Его Собственность Скажи Иисус Я Люблю Тебя Иисус Я Принадлежу Тебе Иисус У Меня Нет Ничего Чего Бы Ты Не Дал Мне Я Обязан Тебе Поэтому Поклоняюсь Тебе И пусть Моя Жизнь Прославит Тебя На Этой Земле А 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 Давайте В первый День Поста И Молитвы Провозгласим Год 2010 Годом Умножения Его Могущества Мы Называем Год 2010 Умножение Его Владычества Мы Мы С вами На Рождество Слышали Это Слово И Это Место Из Девятой Главы Пророка Исаия Говорит Что Умножению Его Владычества И Мира Нет Предела Пусть Этот Стих Станет Основанием Пусть Этот Стих Станет Девизом И Главным Направляющим Откровением В этом Году Умножение Его Владычества Что Будет Происходить В 2010 Году Умножение Его Владычества Он Не Будет Сокращаться Он Будет Умножаться Об Иисусе Не будут Говорить Меньше О Нем Заговорят Больше Влияние Церкви Не будет Меньше Влияние Живой Церкви Которая Знает Своего Господа Будет Еще Больше Амин Мы Оптимисты Поэтому Девиз Этого Года Умножение Его Владычества Не моего И не твоего Но если Он живет В тебе И во мне Значит Умножение Моего Владычества Мы с Ним В завете И Он Сказал Все мое Твое Мое Владычество Твое Владычество Моя земля Твоя земля Все мое Принадлежит Тебе Я и Отец Одно Амин Поэтому Что бы то Не было Какие бы Прогнозы Не звучали Со всех сторон Я иду Слушая Не то Что говорят На земле Я иду По этой земле Слушая То Что говорит Бог Если Бог Говорит Умножение Значит Умножение А умножение Это даже Не сложение Два Плюс Два Пять Плюс Пять Будет Десять Это Сложение А пять Умножить На пять Это уже Не десять Это уже Двадцать пять Вы понимаете Вы понимаете О чем Речь идет Здесь Не просто Мой опыт В прошлом году Сложится С моим опытом В этом году Не сложится Скажи Не сложится А умножится 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 Амин Не десять А двадцать пять Поэтому я жду Сюрпризов Умножения Я жду Сюрпризов Умножения Я Как насчет тебя Алексей Опять Разыгрываешь Я тебя Не разыгрываю Я вдохновляю Тебя К тому Чтобы ты Верил Господу Умножение Его Владычества Владычество Это власть Авторитет Это справедливые Божьи суды Это когда Нечесть Рушится А праведность Поднимается Наш Бог Велик Друзья Если не верить Великому Богу Зачем Маленькому Ничтожному Слабому Богу Верить Нам не нужны Слабые Боги Нам нужен Один Могущественный Всемогущий Господь Давайте Этот тезис Провозгласим С глубокой верой В духовный мир Умножение Его Владычества Умножение Его Владычества Умножение Его Владычества Во всех Сферах Моей Жизни Аллилуйя Воздах Господу Славу Я веровал Поэтому Я говорил От избытка Сердца Говорят От уста Я верю В Его Владычество Оно не будет Как в прошлом году Оно умножится Процветание Не повторится Оно умножится Мое здоровье Не сохранится Прежним Оно умножится Мое Помозание Не останется На уровне Прошлого года Оно Что? Что? Умножится Амин Рост церкви В этом году Умножится Церкви будут Умножаться Число учеников Будут Возрастать И умножаться Уверуйте В это слово Возьмите Это обетование Провозглашайте Его каждый день Три слова Можно запомнить Умножение Его Владычество Это основание Это наш фундамент Это мотивационная Главная Двигающая Сила Нашего служения Мы оптимистично Начинаем этот год И мы его Грандиозно И триумфально Закончим Структуры Раскроются Дары Которые Может быть Еще В полной мере Не раскрылись Все дары Будут Активизированы И востребованы Господом Церковь скажет Еще свое Последнее слово Церковь еще Скажет свое слово Аллилуйя Горы Понизятся Долины Наполнятся Кривизны Справятся Владычество Умножится И увидит Всякое Плоть Спасения Господа Аллилуйя Аллилуйя Его рука Не сократилась Чтобы спасать И ухо его Не отяжелело Чтобы слышать Самое главное Чтобы мы Молились И верили Давайте посмотрим В Луки 27 глава Луки 9 глава 27 стих Луки 9 27 И эту бы Проповедь Я бы назвал Ускользающая Истина Ускользающая Истина Должна Однажды Все-таки Укорениться И утвердиться В нашей жизни Вы ощущали В своей жизни Такое Странное состояние Было так хорошо Только ты ничего Не понял Когда мысль Такая Крутая Была Только она Как мокрое Мыло И вот Ускользнула Ускользающая Правда Ускользающая Истина Ускользающая Откровение Оно должно Однажды Быть Нами Схвачено Хватит Откровением Ускользать От нас Мне не нужны Ускользающие Откровения Я хочу Я хочу Чтобы эти Откровения До разделения Души и Духа Они Проникали В мое сердце Амин Давайте Почитаем Это так важно Сегодня у нас Вечер Когда мы Когда мы Вникаем В себя И в учения Сравниваем То что в Моем сердце С тем Что в Слове Божьем Пусть этот Вечер Приготовит нас К этому Молитву Марафону Чтобы наша Молитва была Эффективной И качественной Чтобы наша Молитва была Результативной И чтобы она Привела нас К победам И успеху Давайте Прочитаем Иисус Говорит Говорю же Вам Истину Есть Некоторые И стоящих Здесь Которые Не вкусят Смерти Как уже Увидят Царство Божие Истинно Говорю вам Есть Некоторые И стоящих Здесь Которые Не вкусят Смерти Доколе Не увидят Царство Божьего В другом Евангелии Пришедшего В силе Мы говорим О его Владычестве И многие Уже Устали Ждать Многие Уже Почти На грани Срыва Где Оно Мусульмане Процветают А христиане Нет Беззаконники Впереди Христиане Позади А мы все О царстве О царстве Где оно С тех пор Как стали умирать Отцы Где это царство Сегодня звучит Это слово От Бога Есть Некоторые Из сидящих Здесь Ты же Некоторые Так вот Ты и есть Некоторые Сравни Сколько Христиан В Латвии А вот Мы Некоторые Вот тебе Лишь бы Скопом Вот Все увидят Никогда Такого не бывает Только На некоторых Бог ставит Стань Этим Некоторым Ромен И вот этим Некоторым Звучит Слово Божье Есть Некоторые Которые Не вкусят Смерти Ты Пищи Не вкушаешь И Смерти Не вкусишь Зачем Нам Вкушать Смерть Это Очень Очень Большое Утешение Я не умру Пока Не увижу Царство Божьего Пришедшего В силе Я не умру Пока Не увижу Христианского Правительства В Латвии Ой Это Долгосрочная Программа Ты даже Не знаешь Какая Краткосрочная Программа За одну Ночь Может Измениться Политика Партии Правительства У Бога Проблема С Правительством Латвии Ой Ой Какие Проблемы Да нету У Бога Проблем Он хочет Чтобы Мы верили Вот Главная Проблема Итак Первое Место Истинно Говорю вам То есть Господь Говорит Не сомневайтесь Это Произойдет Что Есть Некоторые Из сидящих И стоящих Из присутствующих Здесь Которые Не вкусят Смерти То есть Господь Отбивает Желание Говорить О смерти Поэтому Кто Любит Говорить О смерти А я Умру Скоро Я Скоро Умру Покайся Ибо Ты Не Умрешь Я Не хочу Сейчас задать Вопрос Кто За последнюю Неделю Хотел Умереть Не Поднимайте Рук Это Была Глупость Ты Еще Не Пожил Чтобы Умирать Ты Еще Не Въехал Даже Что Такое Жить А Уже Готов Спрыгивать Твоя Счастливая Жизнь Только Только Приближается Ты Не Дождался Что Ты Делаешь Прекрати Говорить О Смерти Десятерым Людям Вокруг Себя Скажи Это Слово Прекрати Говорить О Смерти Ты Не Умрешь Ты Не Умрешь Ты Не Умрешь Прекрати Говорить О Смерти Ты Не Умрешь Ты Не Умрешь Я Не Умру Я Буду Жить и возвещать дела Господни. Итак, нейтрализовали смерть. Итак, все смертное пусть будет поглощено жизнью. Амин. Даже Илья, пророк, и тот однажды умереть захотел, лег под лопухи и сказал, Господь, прими душу мою. А Господь говорит, я не готов. Извини, старина, не готов. Рано еще. Поэтому не важно, сколько нам лет, умирать рано. Мы будем жить. Итак, есть некоторые из сидящих здесь, которые не умрут. Сегодня. И завтра. И возлезавтра. Вообще нечего дружить со смертью. Давайте дружить с жизнью. Потому что Иисус сказал, мое имя – воскресение и жизнь. Имя дьявола – смерть. Он – князь смерти, князь тьмы. А имя нашего Господа – жизнь. Ясм – путь, истина и жизнь. Поэтому, когда ты говоришь, я умру, умру, ты дьявол говоришь, миленький дьявол, забери меня. Я буду жить. Это значит, Господь Иисус, я люблю тебя. Твое имя – жизнь. Я люблю жизнь. Поэтому я люблю Иисуса. Он говорит, мое имя – жизнь. Любишь жизнь, любишь Иисуса. Амэн. Поэтому первая мысль, он отбивает всякую охоту заигрываться смертью и говорит, что при жизни мы увидим Царство Божие, пришедшее в селе. Давайте не будем жонглировать откровениями, говорить, а это после смерти. После смерти уже пришествие Иисуса будет. Знаете, до пришествия Иисуса лет 20 осталось, 30, не больше. Протянем как. Ну, то есть, доживем, да? Ну, я как-то, мне 53, думаю, ну, через 30, 83. Ну, это вообще молодой человек. Поэтому латвийские долгожители в новом поколении. Молодежное служение идет, сколько тебе? 93. Сестра. А тебе? А мне 99. Вообще классно. Долгожители, мы будем долго жить. Аллалюя! Мы не будем умирать до тех пор, пока не увидим Царство Божие. Все, все, пока мы не увидим, как исполняются Божьи откровения. И теперь посмотрим, как развиваются. После сих слов, дней через 8. То есть, мы думали, 8 лет, через дней 8. Знаете, что будет через дней 8? Пост закончится. Через 8 дней что будет? Понедельник уже, да? Все, пост закончится. То есть, если пост закончится, значит, Бог начнет отвечать. Вы верите, что пост имеет награду? Вы верите, что у Бога даже цифры и числа имеют значение. Я вот через 8 дней ожидаю благословения. Это не означает, о, бациллу от Мадабуки подхватил. Это не бацилла от Мадабуки. Это луки. Аллилуйя! Вот будешь веровать, увидишь славу Божию через 8 дней. Я жду ответа от Господа. Потому что вопросов много. Нужны ответы. Если умножение Его владычества, я жду через 8 дней умножения Его владычества. Хотя бы в одной сфере моей жизни. Ты ждешь этого? Аллилуйя! И вот прошло всего лишь 8 дней. Что-то началось. После сих слов дней через 8 взяв Петра, Иоанна и Якова, взошел он на гору помолиться. Итак, Господь взял самых лучших представителей из своей компании, некоторых. Иоанн, Иаков, и Петр. Господь, куда мы идем? Молиться? Друзья мои, когда тебя приглашают на молитву, это самое интересное переживание в жизни. Друзья, потому что когда мы участвуем вот в таких молитвах, будут происходить в нашей жизни что-то уникальное и неожиданное. Аминь. Пойдем помолиться. Друзья, я понимаю, что если там с человеком кто-то молится, и то есть шансы на чудо. А когда Иисус приглашает учеников, пойдемте, уж как Иисус молился. Ой-ой-ой. Ну, вот Петр, Иоанн, Иаков. Ну, что, пойдем молиться? Пойдем. Я представляю, когда говорят многим, пойдем на молитву. У людей лицо такое, как будто им предлагают рыть траншею. Молиться? Да и так молюсь каждый день. А как ты молишься? Просто Аллилуйя. Господь, ты все знаешь? Аминь. Ну, типа с полуслова, между строчек. Друзья, пусть, вот мы должны повзрослеть, послушайте все, все слушайте меня внимательно. Все слушают меня внимательно. К молитве у нас должно быть не болезненное, удручающее отношение, а радостное и торжественное, как привкушение, предвкушение великих чудес. Аминь. Пойдем молиться, пойдем в дом Божий, пойдем в пост, пойдем на утреннюю молитву, пойдем на ночную молитву. И ты чувствуешь, как внутри плоть вот так. ты покушаешься на мои свободы. Нет, я покушаюсь на твое проклятие, потому что именно в молитве рождается чудо. Я верю вот в эту молитву, я верю даже вот в эту молитву, которую мы сейчас будем совершать в понедельник вечером. Потому что именно молитва это колыбель наших чудес. именно молитва это колыбель нашего исцеления, процветания, счастливой семьи, пробуждения и роста церкви. Есть молитва, есть шансы состояться. Нет молитвы, нет шансов. Молитва мешает грешить, грех мешает молиться. Кому отдаешь предпочтение? Иисус говорит, пойдем молиться. И вот этих три богатыря молитвенников, они пошли на гору. Двадцать девятый. И когда молился, вид лица его изменился. И одежда его сделалась белую, блистающей. Когда он молился, Иисус молился. Вид лица его изменился. Друзья, когда приходят в нашу жизнь перемены, когда наши сердца меняются, когда меняются наши лица, помазания, меняются наши помазания, когда меняются наши проповеди, когда меняется наша жизнь. Ответ – когда он молился. Мы ждем, когда что-то произойдет, ждем перемен, ждем, когда поменяется этот человек, ждем, когда в одно прекрасное утро мы проснемся, мы станем добрыми, мы станем святыми, мы станем идеальными, мы станем правильными. Никогда в жизни, когда приходят перемены, получи это откровение, когда он молился, вид лица его изменился, одежды поменялись, глаза поменялись, атмосфера поменялась. Мне так хочется, чтобы наши молитвы перестали быть религиозной игрой, чтобы наши молитвы они получили качественное преобразование. Молитва ради молитвы, она ничего не поменяет. Реальная молитва это та молитва, которая, на которую небо реагирует. Настоящая молитва. Это та молитва, которая будоражит небо, которая будоражит сердце отца. Настоящая молитва это сила притяжения, когда небо, небо соединяется землей, когда он молился. Я хочу так молиться. Откровенно говорю, хочу так молиться, чтобы земля колебалась. Я хочу, чтобы моя молитва была такой, которая бы меняла мое лицо, мою одежду, мое служение, мой дом, мою семью, мою церковь, мой город. Когда он молился, все поменялось. Мы думаем, что деньги решат все. Вот получим мы эти кредиты, получим мы вот эти вот деньги. Ничего деньги не поменяют. Он кажется, вот если установить дружеские отношения вот с той церковью или с этим служителем, все поменяется. Может быть, и что-то поменяется, но ненадолго. Существует секрет, вечный секрет для каждого человека, великого и малого, молитва, идущая из глубины твоего сердца и достигающая сердце отца, поменяет все на свете. Мы на этой неделе согласились молиться, молиться, чтобы лицо наше поменялось, чтобы гримасы наши поменялись, чтобы сердца наши поменялись. Мы все перессорились друг с другом. У многих под плащом кинжалы, камни, недовольство, ропот, проклятие. Мы все задолжали друг другу. Мы все подспудно ненавидим друг друга. Мы все подспудно судим друг друга. Мы играем в театр, встречаясь, улыбаясь, оставляясь наедине. Хорошо, что Бог наши уши хранит от того, чтобы не слышать, что в твой адрес говорится, что говорится в мой адрес. Ибо если бы эта информация достигла, она бы нас уничтожила. Бог хочет этот спектакль закончить. Когда Он молился, все изменилось. глаза, зеркало души. Сначала душа меняется, сердце меняется, а потом меняется лицо, а потом меняются глаза. Боже, измени нас. Мы согласились молиться. И этот вечер у нас был план, чтобы профессиональные группы, все церковные подразделения могли на этой сцене представлять свои планы на этот год. Это все на завтра. Бог дал это слово. Для того, чтобы прежде чем молиться о чем-то, об инфраструктуре нашего служения, давайте в первую очередь помолимся о наших сердцах, о нашем лице, о наших отношениях. я верю, что молитва родит чудо. Я верю, что молитва может исцелить нас. Молитва может уничтожить проклятие, негативизм, осуждение. Дух Святой придет. Я верю Духу Святому. Я верю, что реальная молитва это магнетизм, на который Дух Святой реагирует. И мы не останемся прежними. Я верю в чудеса, которые начнутся не через восемь, не только через восемь дней, но и в этот вечер. Дух Святой придет. Я его уже чувствую. Я его ощущаю. Каждой фиброй своего естества Он здесь. Потому что мы говорим об Иисусе. Мы хотим быть похожими на Него. Если мы христиане, на кого нам еще равняться? На кого нам еще равняться? Вид лица его изменился, потому что его владычество умножилось. когда будет умножаться владычество Господа? Когда умножаться будет наша молитва. Путь к владычеству через молитву. Боже, измени нас. Разрушь нашу лень духовную, разрушь наше религиозное, плотское христианство, и пусть молитва станет страстью. Пусть молитва станет этим порывом души, который приносит кайф, а не мучительное болезненное чувство. Когда он молился, вид лица его изменился, гардероб его изменился, стал блистающим, вокруг все поменялось. научи Господи нас так молиться. Давайте закроем глаза и несколько минут помолимся, скажем, Бог, я хочу так молиться. Я хочу так молиться, как ты молился. Научи нас молиться. Помолись несколько минут на языках. Позволь Духу Святому сейчас наполнить тебя. Позволь Духу Святому накрыть тебя. Когда он молился, его владычество умножалось. Когда он молился, власть от Господа приходила. Боже, поменяй нас. Сечек лбола и гритая. Кэла мазим баджив зубрег латюр бала тур бахадзан. Кида бара блюжи мэрэс сутур мэрэдья. Бла манжи грам мэрэг лос сатар я. Пусть власть греха сокращается, а владычество Господа умножается. Пусть всякая ненависть умирает. Пусть приходит Божья любовь и Божья гармония. Кэла борь зубах зи блобая кида манжи мэку тизад мэг гетэя. Фра мэн джин сон махар коня плээра мокэсту ма лакай Килам рам рам джир го так это фра мэна шак рам мак это лям Измени, Господь, наши лица. Измени, Господь, наши сердца. Измени, Господь, наши взаимоотношения. Забери каменное сердце. Забери каменные лица. Забери каменные слова. Забери каменные гробницы. И дай нам жизнь. Дай нам жизнь. Дай нам прощение. Исцеление. Любовь, торжество. Умножай. Вот, дычество свое. Да святится твое имя. Да приидит твое царство. И пусть воля Твоя на этой земле исполнится. Боже, измени наши молитвы. Соедините руки. Помолитесь друг за друга. Дух Святой, поменяй наши сердца. Дух Святой, поменяй наши сердца. Пусть те внутренние барьеры разрушатся. Пусть те внутренние барьеры рухнут. Пусть придет гармония. Пусть поменяются наши отношения. Все смертное пусть будет поглощено жизнью. Не ослабевай молитвы. Продолжай молиться, церковь. Молитва. Молитва – это колыбель чудес. Это колыбель твоего и моего чуда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Он изменит твой лексикон Он изменит твою речь Он изменит твое сердце Он изменит твое мышление О Дух Святой О Дух Святой Научи нас молиться До полной победы Молиться до перемен Когда Он молился Для Иисуса молитва Означала ничего другого Как только встреча со своим Отцом Для Него молитва Это была очень конструктивная вещь Молиться это значит встречаться с Отцом Молиться это значит встречаться с Отцом Я видел Отца Творящего Поэтому я творю Это речь идет о молитве Я слышал Отца Говорящего Поэтому я говорю Это есть опыт молитвы Если твоя молитва Если твоя молитва утомляет тебя Если твоя молитва Разочаровывает тебя И раздражает тебя Выкинь ее Просто скажи Господь Я хочу встречаться с тобой Просто молчи Плачь Разрывай свое сердце Скажи Бог Мне не молитва нужна А ты нужен мне Мне нужна Просто ты Господь нужен Мне нужна твоя рука Твое лицо Моисей поднялся на гору Синай Он находился там Он пошел помолиться Он встретился с Богом И когда Моисей молился Вид лица его изменился И когда он опускался С этой горы Вид лица его изменился Все люди Которые были у подножья Они не могли смотреть на него Потому что луч Писание говорит Лицо его сияло лучами Как мало сегодня таких людей Это как раз те некоторые От которых будет зависеть Судьба окружающих людей Пусть наша молитва Меняет нас Пусть наша молитва Помогает нам Встретиться с Богом Амин Халлелуя Иисус молился Он видел Отца Он беседовал с Ним Одежда поменялась И вот два мужа Беседовали с Ним Которые были Моисей и Илья Явившись во славе Они говорили Об исходе его Который ему Надлежало совершить В Иерусалиме Послушайте Опыт молитвы Нам нужны не только Ощущения Было тяжело Стало легко Были грешные Стали святые Помозание было такое Что я вырубился И три часа лежал Это неплохо Вопрос в другом Что тебе Бог сказал Встретился ли ты с Ним? Давайте освободимся От всяких Иллюзий Если молитва Это встреча С Богом А встреча С Богом Всегда несет Информационный Контекст Помните Иоанн На острове Патмос И увидел он Великого Бога Ноги как Раскаленный металл Там солнце И все такое И говорит И упал я как мертвый Вы думаете Богу нравится Когда ты вырубился На три часа Как мертвый Бог Бог подошел И сказал А ну-ка встань Возьми тетрадь Возьми ручку И запиши Мир не спасется От того Что ты вырубился На три часа Ты потом всем Пишешь в книгах Такое помазание Ну и Наслаждайся Это твои проблемы Дело в том Что в Божьем присутствии Звучат Слова Божьи И Сам Иисус Вот этого Яна Который вырубился На три часа Он его Отрезвил Ну-ка встань-ка Встал Как? Все в порядке? Ага Ну-ка Возьми меня за нос Взял Все Трезвый? Трезвый А теперь Ангелу Ефесской Напиши И он писал Чувствуете? Это молитвенный опыт В молитве Бог нам Нечто Говорит И когда Он молился Вид лица Его изменился Но это лишь Условия При которых Бог Нечто говорил Давайте еще раз Прочитаем Явился Моисей Явился Илья И что они Говорили И они Рассуждали Об Исходе Который Иисус Должен был Совершить В Иерусалиме Они не просто Три трупа Лежат В подмазании И кувыркаются И хохочут До упаду Я не верю В эту религию Я верю В мудрость Господа Илия Моисей Пришли к Иисусу И говорят Иисус Мы для Тебя Приготовили Путь Моисей Мог говорить Иисусу Иисус Я выводил Израильский народ Из Египта Я был На горе Синай Я молился Я знаю Что такое Молитвенный опыт Лицо мое Тоже менялось Но в этом Не заключался Опыт молитвы Бог дал Мне скрижали Бог что-то Говорит Бог что-то Дает Бог говорит Об исходе Не начало Венчает А конец Что такое Говорить Об исходе Который Иисус Должен был Совершить В Иерусалиме Это означает Что тебя Ожидает Завтра Что Одеждает Тебя В будущем Куда Ты Идешь И какое Дело Ты должен Совершить В своем Городе Я верю В конструктивные Отношения С Богом Иисус Смотрел На Моисея Моисея Говорит Я все Совершил А Иисус У тебя Только все Впереди Илья Мог Сказать Иисус Это Нелегкая Задача Этот Народ С которым Ты сегодня Ведешь Тяжбы Это тот же Народ С которым Я вел Тяжбы Которые Постоянно Изменяли Богу Но Бог Меня защищал И я Передал Это Помазание Моему Преемнику Иисею Моисей Говорит Я принес Закон Илья Сказал А я принес Двойное Помазание Иисус А на тебе Сегодня Ответственность Принести Современному Израилю И закон И Помазание Вот что Такой Молитвенный Опыт Общаться С Богом Вот почему Во время Поста Мы не просто Вот ищем Ощущение Это все Нормально Это все Классно Я хочу Знать свой Исход Который Я должен Совершить В Риге Я думаю Каждый Трезвый Нормальный Человек Он интересуется Не только Своим Вчерашним Или даже Сегодняшним Я думаю Каждого из нас Волнует Будущее Как Закончится 2010 Что Будет В этом Готу Как Я себя Вижу В этой В этих Событиях Господь Пожалуйста Проговори Мне О моем Исходе Что Будет С новым Поколением Что Будет С моим Призванием Что Будет С моими Проектами Я хочу Знать Не только Своё Вчерашнее Прошлое Я хочу Знать Будущий Исход Я хочу Знать Чем Это все Закончится Ускользающая Истина Нам Трудно Иногда Даже Тяжело Иногда Даже Может Быть Страшно Это Конкретика Потому Что Когда Иисус Когда Бог Начал Открывать Иисусу Этот Исход В Гефсимане Он Плакал Слезы Текли Пот Был Как Капли Крови И Он Говорит Господи Да Минует Меня Чаша Сия Исход Не Всегда Это Радость Не Всегда Это Торжество Но Потом Он Говорит Впрочем Не Моя Воля Но Твоя Да Будет Вы Знаете Будущие Перемены Это Очень Ответственная Штука Эти Перемены Никого Из Нас Не Будут Спрашивать Готовы Мы К ним Или Не Готовы Мы Должны Задать Вопрос Готовы Мы К Этим Переменам И Бог Готов Нам Отвечать Бог Готов Нам Говорить Блажен Человек Которого Разумляет Господь Чтобы В бедственные Дни Они Имели Покой Друзья Этот Вечер Это Вечер Молитвы А значит Встреча С Богом А значит С конструктивным Разговором Бог Что Меня Ожитает Скажи Кончину Дней Моих Скажи Об Моем Исходе Скажи О Моем Служении Где Я Должен Быть Я Не Хочу Ходить По Одному Кругу Я Не Хочу Повторять Проповеди Прошлого Года Я Не Хочу Делать То Что Я В Прошлом Году Господь Какой Мой Исход Подскажи Закон И Двойное Помазание Что Нам Нужно Сегодня Друзья Если Сегодня Или Я И поговорили О Твоем Исходе Или Моем То Вероятно Они могли бы Сказать Знаешь Иисус Знаешь Алексей Что Самое Главное Это Закон Божий И Двойное Помазание Это Все Что Тебе Нужно Чтобы Дойти До Конца Я Знаю Что Мне Это Нужно Прежде Чем Иисус Опуститься С неба На землю Он Молился И Говорил Вот Иду Исполнить Волю Твою Божию И Закон Твой У Меня В Сердце А Луки 4 18 Он Говорит Дух Господень На Мне Закон В Сердце И Дух Господень На Мне Братья И Сестры Давайте Сегодня Молиться О Том Чтобы Закон Божий Был У Нас В Сердце Но Этот Закон Мы Не Сможем Исполнить Если Не Будет Этого Помазания Двойного Помазания На Нас Беседовали Об Исходе Давайте Закроем Глаза Еще Расскажем Господу Господь Я Хочу Знать Путь Я Хочу Знать Свой Исход Я Хочу Знать Четкую Программу Этого Года Господь Помоги Мне Не Спотыкаться В Потьмах Во Тьме Я Хочу Ходить Во Свете Я Хочу Исполнить Волю Твою И Пусть Закон Твой Будет У Меня В Сердце И Пусть Дух Господень Будет На Мне Давайте Вместе Помолимся Скажем Отец Я благодарю Тебя За Твое Присутствие Пусть Пусть Молитва Принесет Перемены Пусть Придут Преобразования Во всех Сферах Моей Жизни Я Прошу Тебя Покажи Мне Путь Который Мне Идти В этом Году Что Что Должен Сделать В Феврале В Марте В Апреле И До Рождества Я Я Хочу Жить Суете Я Не Хочу Метаться От Крайности В Крайность Я Хочу Исполнить Волю Твою Я Хочу Знать Откровения Твои Я Хочу Знать Своё Жизненное Предназначение Я Живу Только Один Раз И У Меня Нет Права На Второй Дубль Я Хочу Прославить Тебя Поэтому Пусть Закон Твой Будет В Моём Сердце И Пусть Дух Господень Будет На Мне И Молитесь На Пусть Твой Яркий Свет Осветит Наши Пути В Этом Году Благослови Не Только Начало Этого Года Но И 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 Пусть Помазание Прибывает Над Каждым Из Нас Пусть В Этом Году И 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 Твоё Владычество Умножается Твоё Владычество Пусть Умножается Твоё Владычество Пусть Умножается Переводи нас от веры в веру, переводи нас от силы в силу, переводи нас от славы в славу. Открой наши глаза, чтобы видеть славу Твою, открой наши уши, чтобы слышать откровения Твои. Счистое сердце Бога узрит. Халлелуйя! 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 Это был не шутейный разговор. Встречались вожди Ветхого и Нового Завета, от которых зависела судьба избранного народа в прошлом и судьба этого народа в будущем. Я задаю сегодня вопрос, что зависит от Тебя, за что Ты несешь ответственность. Твой дом, Твои родные, Твои близкие, Твое услужение. Мы все разные. На каждого из нас Бог возложил разную ответственность. У кого-то в сердце страна, а у кого-то в сердце только свое родство. Звезда от звезды разнится в славе, но тем не менее, все, что Тебе Бог доверил, за это Ты несешь полную ответственность. В любом случае, каждому из нас нужен закон в сердце и двойное помазание. Я думаю, что это был серьезный разговор. О чем говорили эти трое, мы можем только догадываться. О чем говорили эти трое? Я думаю, что Иисус слушал их, молчал. Может быть, Бог послал этих вождей для того, чтобы они передали эстафету лидерства. Я не знаю, я могу только об этом судить поверхностно, но это была историческая важнейшая встреча, когда Он молился. Во время молитвы происходят удивительные вещи. Я вдохновляю каждого из вас идти на новый уровень молитвенной жизни. Потому что именно там нас ожидают удивительные встречи с божественными посланниками. Они помогут нам дойти до конца. Они помогут нам устоять. Они помогут нам не свихнуться во имя Иисуса Христа. И вот эта беседа уже почти заканчивалась. Петр же и бывшие с ним были отягчены сном. Но пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоящих с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисус. Обратите внимание, беседа уже закончилась. Самое главное прошло. И когда уже титры пошли, Петр проснулся. Они уже уходили. Писание говорит, что... И когда они уже отходили, Петр вдогонку, что-то же сказать надо. Что-то начал говорить. Ускользающая истина. Название этой проповеди. Ускользающая истина. Мы в жизни своей так много уже пропустили. Мы почти проиграли. Но есть еще шанс. Титры это все еще часть кино. Это все еще часть фильма. Там были просто имена, режиссер, главные роли, Моисей. Илья, в главных ролях, Иисус. Но лучше поздно, чем никогда. Ускользающая истина. Мы так часто в жизни опаздываем. Пытаясь прыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И пусть Бог поможет нам впрыгнуть. Пусть эта ускользающая истина не ускользнет навеки. Пусть Бог поможет нам схватиться за нее. Понимая или не понимая. Конечно, Петр нес всякую глупость. Его слова звучали абсурдом. Давайте сделаем трекущий. Мы часто выглянем так глупо. Когда Господь говорит о глобальных вещах, иногда наши проповеди, наши понятия, наши реплики, они могут выглядеть так смешно. Единственное, на что приходится уповать, что Бог все это поймет. Что Бог не будет строго судить. Он даже простит нас за то, что мы проспали все. За то, что мы проспали. Тупо проспали. Что когда он молился, и лицо его менялось. В жизни этих парней ничего, ничего не менялось. Рядом могут проходить чудеса. Рядом могут идти перемены. Фантастические вещи и спящие церкви могут ничего не заметить. И когда они уходили, пробуждение пришло. Не всегда пробуждение полно смысла. Не всегда пробуждение полно глубоких откровений. Часто это пробуждение под конец, во время титров, полно абсурда и глупостей. И все же, Бог все может изменить. Бог все может поправить. Бог может наш абсурд трансформировать. И дать нам мудрость. Давайте просмотрим дальше. Петр что-то говорил про кущи. Одну Моисею, другую Ильи, третью тебе. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. Петр не успел договорить. Его слова повисли в воздухе. Как вдруг снова что-то произошло. Вдруг на этой горе преображение. Появилось неожиданное облако божественной славы. Это было страшно. Петр замолчал. Слава Божья оборвет нашу глупость. Слава Божья остановит наш бред. Слава Божья остановит нашу глупость. И с неба прозвучит слово. И был из облака голос, глаголющий. Сей есть Сын Мой возлюбленный. Его слушайте. И когда был голос сей, остался Иисус один. А они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Прозвучал голос с неба. Сей есть Сын Мой возлюбленный. Его слушайте. Кого нам еще слушать? Ускользающая истина. Много ли Петр понимал, в тот вечер? Много ли Петр усвоил? Эта истина почти ускользнула, но оставила какой-то след в сердце. И прошли годы, прошли годы, прежде чем эта истина вернулась и озарила его сердце. Если бы Петра спросить, что там было на горе преображения, посмотрите, написано, что они никому не говорили, но что они понимали, что эта истина выше их понимания. Послушайте внимательно, друзья. Сегодня Дух Святой особенно учит нас. Я знаю, что в новом поколении есть такие откровения, которые летают повыше наших голов. так же, как это откровение пролетело выше головы Петра. Он не въехал, он не понял. Он говорил про какие-то кущи, о которых Бог вообще в виду не имел. И ты говоришь, подожди, но откровение о Новом Мировом меня не вмещает, о христианском правительстве, о какой-то скине-то видом. О чем вы говорите вообще? Нам бы здесь попроще, чтобы исцеление здесь было все на своих местах. Самое главное, чтобы эта ускользающая истина вернулась к тебе. Чтобы эта ускользающая истина о грандиозных глобальных Божьих планах она однажды зацепила твое сознание. Нам привычнее спать. Нам привычнее даже сегодня спать. Нам привычнее спать годами. И говорит, меня это не волнует и не касается. Но если Бог посчитал нужным взять тебя на эту гору преображения, значит, Он всерьез имеет тебя в виду. Я тоже раньше не понимал, что такое крещение Духом Святым. Я не понимал вот этих духовных вещей. Меня это бесило и раздражало. И почему-то Бог всегда держал меня на этом месте, раздражая этими откровениями. И была битва кто кого. И я благодарю Бога, что откровения победили меня. Это ускользающая истина, которую ты чувствуешь, что там что-то есть, но ты не понимаешь этого. И это то, что ты не понимаешь, оно скользит, уходит, исчезает. Молись, чтобы эти ускользающие откровения, они могли вернуться к тебе, когда ты повзрослеешь. Знаете, почему? Потому что Иисус сказал о Духе Святом, что Дух Святой напомнит вам о всем, о чем я говорил. Дух Святой не только несет откровения, Он и напоминает. потому что нам свойственно забывать это все. И смотрите, 2 Петра, 1 глава, Петр говорит о событиях тех времен. И он говорит, ибо мы возвестили, это 1, 2 послание Петра, 1 глава, 16 стих, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа. нашего Иисуса Христа нехитро сплетенным баснем последуя, но бывший очевидцами Его величия. Прошли годы, прежде чем Петр осмыслил, что же было на той горе. И вдруг однажды, когда он об этом мыслил, ускользающая истина, как бы ее поймать снова, ускользающие откровения, как бы их вернуть снова, кто поможет? Дух Святой поможет. И однажды, вновь вспоминая, рассуждая, сопереживая, он вдруг понял, мы были очевидцами Его величия. мы были очевидцами Его величия. Мы ничего не понимали, мы ничего не сознавали, но Бог почел нужным продемонстрировать нам свое величие. Только сейчас мы осознаем, какая это была честь, какая это была привилегия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой голос, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, ибо Иисус от Бога Отца принял славу и честь. Некоторые чудеса, некоторые откровения, которые происходят в новом поколении, многие из находящихся здесь осмыслят, может быть, даже не сегодня, и может быть, даже не завтра, но я знаю, пройдут годы, и Дух Святой напомнит многим из нас, что происходило на этой территории, и я глубоко убежден, многие из нас повторят эти слова, мы были очевидцами его величия, его величия, его святости, его владычества, потому что Бог славой и честью увенчал Сына Своего, когда с неба звучал голос, сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, ускользающая истина, она снова вернулась, мы оценили ее, мы растворили ее верою, и теперь по всему миру мы будем утверждать, кого нужно служить, его служить, он единственный представитель на этой земле, давайте закроем глаза, давайте склоним свои головы, и помолимся, чтобы все ускользающие откровения, чтобы все ускользающие истины, они вернулись к нам, чтобы мы не потеряли своего предназначения, гостерей куту на морщину ości от герамо сутур манджеку дубараке тур макая Дух святой Дух святой о драгоценный Дух святой напомни нам все о чем Иисус говорил нам Напомни все откровения Приблизь нас к себе Приближай нас к истине Твоей Помоги нам проснуться Помоги нам пробудиться от сна Ибо сегодня ближе к нам спасение Нежели когда мы уверовали Разбуди, Господь, все спящие сердца Помоги нам пробудиться от сна Хотя бы титры, но захватить О, Господь, защити нас от опоздания Защити нас от опоздания О, Господь, 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 Продолжение следует... О, Господь, 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 Драгоценный Дух Святой Наставляй нас на всякую истину Напоминай нам всякую истину Возвещай, Дух Святой, нам будущее Наш исход И прослав Иисуса Христа Давайте встанем И поклонимся перед Его престолом Перед Тобой Мы склоняемся Всемогущий Бог Источник утешения Мы нашли у Твоих ног Пусть эта истина не станет Ускользающей, исчезающей Мы поклоняемся Тебе Мы воздаем Тебе всю славу Ты чудесный Иисус Ты чудесный Иисус Ты прославленный Иисус Ты царь всех царей Мы воздаем Тебе всю славу Мы воздаем Тебе всю честь Перед Тобой Слоняюсь я Давайте поднимем руки И поклонимся Всемогущий Бог Всемогущий Бог Источник Источник утешения Я нашел У Твоих ног Как Ты вели Нет Тебе подобного Источник of souls Перед Тобой Слоняюсь я Ты любовь моя Как Ты вели Иблик, нет тебе подобного. Аминь. Всемогущий Бог. Источник утешения Я нашел туда икно, Как ты велик. Нет тебе подобного. Перед тобой слоняюсь я, Ты любовь моя. Ты любовь моя, Иисус. Ты любовь моя, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Если Господь прикоснулся к тебе, Если Он что-то сказал тебе, Если Господь сегодня что-то проговорил Твоему сердцу, Поблагодарил я. Аллилуйя. 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 Аминь. Садитесь. Аллилуйя. 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 Аллинлуйя. Аллилуйя. Вся эта неделя, вся эта неделя превратилась в эту гору преображения, на которой Бог бы встретился с нами. Чтобы когда мы молились, мы менялись. И самое главное, чтобы мы знали свое будущее. Чтобы мы знали путь, по которому будем идти завтра. И чтобы эта истина не стала для нас ускользающей. Но чтобы эта истина стала реальным руководством, откровением, которое живет в нас. Аминь. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были здесь. За то, что вы преодолели эти большие, длинные, холодные маршруты. Я думаю, что вы чувствуете, что это не зря. Таких служений больше никогда не будет. Это уникальные, неповторимые встречи с Богом. Эти чувства неповторимы. Есть вещи, которые можно дублировать, копировать. Но есть вещи, как Бог не повторяется. Так вот такие служения, они не повторяются. Молодец, что ты сегодня был здесь. А те, которые даже здесь не были, возьмите кассету, диск, посмотрите. Это поможет вам догнать нас. Аллилуйя. Воздайте славу нашему Господу. Аллилуйя. Один день пролетел. Один день, как тысяча лет. Впереди всего лишь шесть дней. Это вообще ерунда. Число человеческое. Пролетит быстро, вот гарантирую. Потому что Бог контролирует этот процесс. Завтра кто придет в 18.00? Кто не хочет? Поднимите руки. Все хотят. Ну и классно. Ну, Ольга закончит сегодня. Давай. Давайте подарим Богу славу. Сегодня поистине особенное служение. Алексею, огромное спасибо. Не знаю, я так глубоко пережила Бога. И вы знаете, и поистине получила откровение. Самое главное, это иметь общение с Ним. Как-то сидела, и вот знаете, мысли пошли. Вспоминаю, думаю, как молоды мы были. И как мы Господа любили. А потом где-то приходит какая-то взрослость ненужная такая. И мы теряем так много. И одно только. Когда мы имеем Царство Божие, вот Бог может все приложить, но Он прикладывает к Царству Божьему. Поэтому, когда мы ищем Царство Божие, все приложится. И вот этот пост, вот просто, Алексею, на самом деле, огромное спасибо. Давайте подарим. Проснитесь. Это было очень хорошо. Не знаю. Если так первый день начался, я не знаю, что нас ожидает. Нас что-то большое ожидает. Потому что мы много прошли, и мы идем, и сегодня, наверное, мы как никогда осознанно постимся и молимся. Мы уже повзрослели, и эти откровения уже где-то растворились в нас. И поэтому я думаю, что Бог что-то особенное имеет. Самое главное – это вернуться в Его присутствие. Вот побыл в присутствие, опускаешься, там бесноватый, там тот. Это всегда оно будет, все это. Но вот это присутствие Божие, оно на самом деле делает нас другими. И люди будут приходить каяться. И все, когда мы будем в присутствии, когда вид лица нашего будет светиться, то всегда будут приходить. А когда придут, смотрят, Боже мой, в мире люди улыбаются больше, чем эти бедные дослужились Господу. Сидят вот с такими. Понимаете? Это просто, вот это слово сегодня настолько актуально, что вот когда вид лица будет у нас меняться, тогда вот не к физиономиям, к рожам нашим, а к божественному сиянию люди будут тянуться. Поэтому, аллилуйя, слава Господу. И согласитесь, день этот пролетел, правда, просто вот не пропускайте вечером служения. Вот даже если кто-то шел сюда и хотел кушать, вот сейчас точно ты уже не хочешь кушать. Потому что во время поста начинает работать это обетование, это откровение, что человек живет не только хлебом, да, а словом исходящих из уст Божьих. И оно питает иногда больше, чем просто, если бы мы покушали. Не знаю, я уже сыто. Поэтому, Алексей, огромное спасибо. Я поздравляю каждого, кто согласился, кто идет. И вот мы будем ждать награды от Господа. Итак, с миром Божьим и Божьей благодатью пусть Бог хранит каждого из нас на наших путях. И пусть эта неделя, завтрашний день, будет благословенным. С миром Божьим! СМЕХ СМЕХ